Всем огромный привет! Напомню, что меня зовут Карина. У нас сегодня будет беспрецедентное видео. Это парфюмерные пустые баночки. Почему? Потому что ароматы у меня заканчиваются крайне редко. Такого видео на моём канале ещё не было и вряд ли будет в обозримом будущем. Прежде чем начать, помада. А это у нас Bobby Brown. Штука называется Luxe Liquid Lips High Shine в оттенке номер 8. Red is the news. Я уже говорила о том, что в последнее время лаки для губ я люблю гораздо больше прочего. А теперь мы начинаем свой разговор о закончившихся ароматах. Ароматы у меня заканчиваются крайне медленно. Хотя, казалось бы, я их и на себя, и на постельное бельё, и на шторы, и иногда даже на стены наношу. Но поскольку я никогда не перебарщиваю с пшиками, обычно 2-3, максимум 4, гораздо реже, больше, если это какие-то одеколоны, ароматы у меня действительно заканчиваются не торопятся. И вот сейчас, поскольку я как-то встала на путь исправления, ну как встала, как петух возле лужи я встала. Шаг вперёд, два назад. То есть, я продам флакон, мне подарят флакон, и я куплю флакон. Получается, один ушёл, два пришло. Как-то вот так. Но тем не менее, всё равно я стараюсь заканчивать хотя бы то, что у меня стоит там прям совсем в остатках, там на 5 раз осталось, и вот оно ждёт непонятно чего. Во-вторых, я стараюсь как-то начать потихонечку использовать пробники, ну потому что это вообще какой-то мёртвый груз, это то, что практически не используется и просто там занимает место в квартире. Не скажу, что успехи мои так уж плодотворные, потому что всё-таки хочется носить разное, а не добивать принудительно. Но кое-каких успехов я достигла. Начнём с пробников. Три сэмпла у меня в руках. Это ароматы Rose Pee One, по-моему, от Патрисии де Николае. Это Rose Pee One Litchie. Этот аромат, он, знаете, универсальный подарок для молодой девушки. В первую очередь для молодой, потому что я не делю ароматы по возрасту и вам не советую, но образ, который рисуется, когда вдыхаешь его, это такая вот девчонка лет до 25, такое идеальное утро в Инстаграм. Нежная роза с пионом, сличи, чуть-чуть мускуса, чуть-чуть какой-то такой цитрусовой свежести для объёма вначале. Милый, но абсолютно, на мой взгляд, самый бесхребетный аромат вообще у марки. Ну, хорош, но не настолько, чтобы... Я не представляю, кто может этот аромат прям хотеть настолько, чтобы вот сойти с ума и вот просто деньги на бочку, и он тебе нужен, и без него свет белый не мил. Но при этом, если это у вас будет, вы, скорее всего, этим будете пользоваться, потому что, ну, как Байреда, да, это такой вот момент корректной, ненавязчивой, деликатной парфюмерии, не противно собранной, как часто бывает в этом направлении в люксе, а так вот максимально ненавязчиво, комфортно и приятно. Сэмпл закончила, вот такие эмоции у меня остались. Хотеть флакон? Нет, как я уже сказала, я не представляю себе, чтобы я это хотела. Ароматов такого свойства у меня достаточно много, с разных рассылок, и мне бы их-то позаканчивать, чем хотеть ещё один. Эйр от Анжелы Шампаньи, это у нас аромат, посвящённый утру, где-то на месте встречи леса и моря, то есть побережье, в нём есть какая-то такая солёность, в нём есть, а может быть, ну, в любом случае, акватика, да, я не скажу, что прям совсем морская, но акватика. В нём есть травяная зелень, это вот раннее утро, когда уже солнце, когда уже засветлело, но ещё нет солнца как такового, поэтому ещё лежит туман, потом у нас сядет рассоль на траву. Аромат пейзаж, не самый мой любимый бренд, и даже не в топ-3, но тем не менее интересный. Вообще, Анжела Шампаньи любопытная марка для знакомства, я о ней писала, я о ней рассказывала, они позиционируют себя и Анжела Энлика, её создательница марки, и, соответственно, её молодой человек, или супруг, они позиционируют себя как ремесленники, эти ароматы, они подчёркнуто неидеальные. Это круто, потому что эти люди, они понимают, как допускают, то есть они знают правила и легко допускают ошибки. Красиво получается, в итоге пробовать, если представится возможность, действительно стоит. Бонжур от Леконт. Я даже вот, знаете, задумалась о том, что, наверное, я бы хотела себе его на лето. Потому что это вот, это профиль императрицы, в том смысле, что это тоже направление, это такие вот компотные фрукты. Но при этом, вот здесь эти компотные фрукты сделаны по-человечески. Они сделаны хорошо, легко, у них нет вот этой гнилости, перезрелости, забродившести. Они действительно свежие. В основном здесь, в противовес императрице, которая у вас всё-таки арбуз и киви, здесь больше пахнет дыней и какими-то тропическими, такими вот собирательными кусоками мультифрукт. С удовольствием измазала эту пробирку, прям лила на себя после душа. И если где-нибудь, когда-нибудь я увижу этот аромат прям с очень хорошей скидкой, в полную цену, наверное, нет. А так вот тысячи за две, за три я бы его даже купила и летом с удовольствием им поливалась, когда хочется просто приятной, ненавязчивой парфюмерии именно на фруктовую тему, потому что у меня как раз фруктовых ароматов достаточно мало. Собственно, о фруктовых ароматах. Кто подписан на мой инстаграм, кстати, если нет, то подпишитесь, ссылка в инфобоксе. Наверное, видели недавно этот пост про персик от бракар, пич скай. Я вот реально помешалась на этом аромате. Почему у меня не так много фруктовых ароматов? Потому что я мало, логично, да, я мало интересовалась этой темой. Я как-то сразу начала с места в карьер, куда-то там в сложенные мускусы, драму, в шипы и прочее, прочее. И вот эту вот прослойку фруктов я ее пропустила. Ну, то есть прослойка фруктов в люксе мне она не нравится. Прослойка фруктов в нишу я чаще всего зажимаю на нее деньги, потому что, ну, это же типа компот. Зачем пахнуть компотом за так, за дорого? Персик, я читала, когда все вот эти описания персиков в парфюмерии, я себе представляла персик. Когда я шла и пробовала то, что мне там наживо писали, я получала зеленый персик. Вообще, черт знает что. Просто какую-то непонятную кислятину. То есть, например, персик в Королеве Шейбе, он для меня зеленый. Персик в Девочке, он для меня совсем зеленый, хоть в заряд его закладывай. Персик предвестник диареи, простите, за нездоровое чувство юмора. Или это прям совсем плохо. Есть еще случай с Трезором, который я уважаю, но для меня Трезор все-таки достаточно сложен, и я не воспринимаю его как парфюм про персик. Я воспринимаю его как достаточно такую вот сложную, многокомпонентную парфюмерную историю. Очень, безусловно, красивую, но это не совсем то. Мне нравится персик в Playing with a Devil Killian. И в одном из ароматов из недавно, в прошлом году, по-моему, вышедшей линейки House of Sears. Ну, вы знаете, манала я это удовольствие. Персик за 30 или 20 тысяч. Мне кажется, что за фруктовый аромат. То есть, в принципе, конечно, это дорого за парфюм. Но как-то вот за что-то такое драматичное, да, вот, не для всех. Я еще готова как-то подумать в эту сторону. А вот в ситуации с персиком мне всегда было жалко денег. И когда у Bracar в прошлом году выпустил вот эту линейку Fructissima, я не ждала вообще ничего особенного. А мне пришли эти ароматы, я их все распечатала, каждый брызнула в воздух, персик был последним. Я помню, что я его пушитнула в воздух, вдохнула, нанесла на кожу, и я поняла, какой это кайф. И это вот именно то, что я представляла себе, когда читала описание про персиковые духи. Он одновременно и свежий, и сладкий, и зрелый, и при этом не сиропный, и это не джемы, не варенье. Это именно такая вот фруктовая свежесть, сочная. Собственно, мне так и говорят, что от меня пахнет фруктовой свежестью, когда я в нем. В нем есть легкая водянистость, это за счет, мне кажется, зеленых абрикосов, которые тут в пирамиде указаны. Он достаточно стойкий, серьезно, он на мне держится часов пять, что для аромана тканей. Я вот сегодня буквально другое платье надевала, в котором я была в последний раз в нем два дня назад, во вторник, сегодня четверг. И пахнет еще до сих пор, совершенно уверенно. С кожи, конечно, нет, с кожи слетит быстрее, но тем не менее, это не так не стойко, как любят живописать у нас люди, которые считают, что духи в масс-маркете вообще не имеют права на существование. Это имеет право на существование, это очень хорошо, и я просто рекомендую вам попробовать, если вдруг вы с этим ароматом еще не знакомы. Для меня он реально прям стал универсальным солдатом. Я носила его дома, я носила его на улицу, я носила его даже на какие-то важные мероприятия, и никто мне не сказал, что он мне пахнет как-то не так. Все были вполне довольны. Это красиво, это приятно. Зимой он дарит надежду на то, что лето близко. Лето ему просто подчеркивает какое-то летнее настроение, весной, осенью тоже. Классный, у меня уже открыт второй флакон, и в нем уже тоже так приуменьшилось, потому что с наступлением тепла я начала носить его еще чаще. Попробуйте, если еще нет, возможно, вы будете так же довольны, как и я. Арман Бассейн Рэд, миниатюра. Сначала он у меня стух, а потом он выветрился. На моменте, когда он стух, я еще его хранила просто как в коллекцию миниатюрах, типа, ну, симпатичный флакончик. Но когда уже там стало вообще пусто, я решила, что, ну, а зачем? В конце концов, может быть, это немножко сподвигнет меня. Не считать, что у меня есть этот аромат, выкинуть этот флакон и, наконец-то, купить себе его в полном объеме, потому что Арман Бассейн Рэд я очень люблю, и этот аромат должен у меня быть. Я с ним познакомилась в 2003-м. Где-то тогда как раз у меня проходил... Ну, нет, раньше, на самом-то деле, с 9-го, с 10-го класса, я стала потихонечку знакомиться с миром люксовой парфюмерии. И первое мое, именно мое знакомство, не то, что это там мамины духи, которые приворовывала у нее, а именно мои, это были Гучераш. Потом я какое-то время пользовалась ароматами Эйвен, ну, Пурбланка, мне кажется, была у всех девушек тогда. Из люкса я помню, что я покупала себе у нас на рынке. Дяденька торговал жутким палем, дезодорантами Ох и совершенно оригинальными миниатюрками, из, ну, там, Сальвадор Дали, вот такого плана ароматы. Я у него покупала минички Бёрбри Викент. А когда уже стала студенткой, на следующий год, на сэкономленные деньги или даже на первую стипендию, первую-вторую, наверное, стипендию, есть, я купила 30 мл. Орман Баси Инред, ну, в прозрачном флаконе. И с того момента началась моя дружба с этим ароматом, который длится, собственно, уже вот по сей день, уже скоро, знаете, 20-летие состоится. Мамма миа, реально 20-летие скоро состоится. Ну, в общем, это аромат про имбирь, про цитрусы, про такую лёгкую, приятную деревяшистость с мускусом. У меня сейчас есть в большом флаконе версия Блуминг Букет. Она ничуть не хуже, она просто чуть-чуть другая. Там есть ещё жасмин, она более нежная, наверное. Я этот аромат люблю и зимой, и летом. Он для меня всесезонный. Сейчас его, конечно, не так много, как было тогда. Тогда прям все девочки, которые пользовались не каталогами, и не чем-то совсем ужасным, а именно каким-то, пусть простеньким, но люксом, все ароматы, все делились на два лагеря. И был лагерь Дольче Габбана, и был лагерь Роман Баси. Вот я была в лагере Роман Баси. И продолжаю оставаться по сей день. Дольче Габбана, Лайт Блю я недолюбливаю. Вот. Обожаю, 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 обожаю. Но я говорю, вот миниатюрку я хранила именно как миниатюру, просто в коллекции. Ну, он сделал мне подлянку. Сначала стух, а потом выпарился. Сранец такой. Нарцисс Родригес. Здесь есть совсем чуть-чуть еще в каждом флаконе, но просто хранить их потом до следующего видео я не смогу. Поэтому я допшикаю за, может, пару недель. И выкину эти флаконы. Это у нас ФОХЁФ Парфюмерная и ФОХЁФ Туалетной Води. Изначально у меня появился ФОХЁФ Парфюмерный, потому что я ошиблась. Я шла за туалеткой, но перепутала и взяла вот этот, потому что у них вот этот вот подстава, знаете, розовая коробка, черный аромат, черная коробка, розовый аромат. Пойди разберись. Пришла домой, вскрыла, поняла, что что-то не то, и через какое-то время пошла повторять уже тот, который мне был изначально нужен. В итоге в равной степени. Я люблю оба. Они для меня примерно про одно и то же, но в разных декорациях. То есть, если вот этот аромат я скорее надену с каким-то платьем и красной помадой, с каблуками, то если на мне джинсы или кожаная куртка, я скорее пойду вот в таком. То есть, он такой чуть более рок-н-ролльно-гранжевый для меня получился. Вопреки утверждениям, для меня эти ароматы не про секс. Для меня вообще Нарцисс Родригес не про секс. Но я очень люблю его мускусную ноту, она красиво на меня садится, но я немного от этих ароматов подустала. Был период, когда я просто запойно носила Нарцисс Родригес вообще всегда и везде. Они у меня были такими универсальными солдатами на любой случай. И я от них устала. Я от них устала. И я вот серьезно сейчас прям добиваю, потому что я хочу место на полке освободить. Когда добью, повторять в ближайшее... Я знаю, что я вернусь к ним и еще обязательно куплю, но в ближайшее время я дублить их не буду, тем более, что у меня есть классический вот Фохё в масле. А еще у меня есть масляный из серии Body Mask, по-моему, из линейки Нарцисса. У меня есть просто белый кубик Нарцисса, у меня есть пудровый. И мне этого достаточно. По понятным совершенно причинам. Те новинки, которые вышли сейчас, это у нас красный и белый, не настолько меня вдохновили, чтобы я прям бежала их покупать, хотеть. Неплохо. Знаете, подарят буду носить, но приобретать самой сейчас не планирую. Но знаю, что в какой-то момент я совершенно точно соскучусь и вернусь к ним. И последний аромат. Это прям такой знаковый для меня флакон. Я хранила этот флакон много лет. Здесь было прям несколько капель, которые давали мне право его не выбрасывать, потому что это аромат, с которого, по сути, началось мое такое серьезное увлечение парфюмерией. То есть, если, допустим, Arman Basin Red, это еще со времен, когда для меня парфюмерия носила некую утилитарную функцию, то сейчас вот этот аромат, он был с краеугольным камнем. Это Arancha de Capri, Aqua de Parm, еще в старом, как вы видите, дизайне. Я допшикала эти несколько капель и готова с ним наконец-то расстаться. 2009 год, или самое начало, нет, самое начало 2010, наверное, январь или февраль. Еще холодно. Ко мне приходит моя подруга. Жила я на тот момент прям над... Эльдебатэ. Со словами, я вот была в Эльдебатэ, тут что-то купила, и, знаете, что мне дали, вот, пробник, это еще времена, когда в Эльдебатэ меня щедро нагружали всякими разными сэмплами. Мне дали пробник. Парфюма, гадость такая, ну, тебе понравится. И гадость мне действительно понравилась. Она была совершенно не такая, как все, что я пробовала, носила, хотя, безусловно, она была как бы в том направлении. То есть, тот же Arman Basin Red, он где-то тоже, вот, пробовал эту цитрусовую историю. И вот этот аромат, он тоже, ну, что, собственно, следует за название Arancha de Capri, апельсины Capri. Как бы из названия следует то, что это аромат про цитрусы. Здесь цитрусы вообще не такие, которые мы привыкли, которые мы знаем. Во-первых, это цитрусы, а мне бы совершенно точно зимние. Летом этот аромат плох. Не катастрофический, не критический, не так, чтобы прям вот всех святых выноси, но он не хорош с собой. Просто, просто цитрусовый аромат. Но вот когда наступает зима, он прям звенит, потому что помимо цитрусовых в нем появляется явная мускусная нота, дымность, какой-то момент, связанный с полынью, горечь травная, такая вот... В пирамиде еще заявлена карамель, но по-моему она запрятана настолько глубоко в базу, что я ее не ощущаю, по крайней мере, вообще. И это очень красиво. И с удовольствием я выносила целый флакон, но... Тут вот даже не цел. Сколько у меня было флаконов? Три штуки. Три флакона я сносила этого аромата. Вот. Она мне отдала этот сэмплик, я его носила в косметичке, берегла, пшикала там совсем по чуть-чуть, ну, потому что на тот момент мои парфюмерные познания ограничивались, в принципе, полками Эльдеботе, причем в основном с нижнего этажа, ну, то есть где что-то типа Мэкс, Клиник, вот такого плана. Продавались ароматы. Я не говорю, что они плохие, но они все-таки достаточно простенькие. И здесь я вот пробую вот это вот, делаю вот такие просто глаза, влюбляюсь, я берегла эту пробирку, я носила его прям реально по чуть-чуть, тем более зима, на морозе ароматы раскрываются всегда более так, объемно. Мне проверки это хватило достаточно надолго, настолько, что у меня стерлось просто в глухую вообще все, что на ней было написано. Я пришла потом в Эльдеботе, говорю, вот это дали в подарок у вас, значит, у вас это продается. А там просто синий флакон, синий вот этот патрон. Мы с этим патроном, мы с моими описаниями, что он там цитрусовый, тра-та-та, просто облазили весь магазин и вот к чести консультанта девушка со мной таскалась реально час, просто предлагая мне все, что хоть как-то примерно отдаленно подходило под эти описания. пока в конце концов возле одной из полок, это было прям сильно так в глубях магазина, они стояли как-то на боковой полочке в стороне, она не протянула мне флакон, я сказала, это оно, да. Я такая уже думала, сейчас возьму, посмотрела на цену, сказала спасибо, извините, я должна подумать. Потому что стоил он тогда что-то типа пяти с чем-то тысяч, или даже шести тысяч, а я привыкла к ароматам ну за полторы, ну максимум за две, да, просто не было такой суммы денег с собой. Я думаю, ладно, накоплю, буду откладывать там по тысяче зарплаты за четыре месяца, я его себе там за пять месяцев, я как раз к лету, а в сознании все-таки цитрус или это, как раз к лету я его себе куплю. Пошла, злость и купила очередной флакон Мэкса, и ушла. Наступило лето, а это еще времена, когда, знаете, на вип-карту Эльдеботе надо было покопить денег, потому что это сейчас эти вип-карты раздают, при открытии магазина еще что-то, еще что-то, тогда нет, тогда тебе 5%, и ты как честный пионер копишь, собственно, дальше на 10, на 15, на 20, и потом, когда вот 100 тысяч у тебя покупок совершено, тебе наконец-то дадут бриллиантовую эту вип-карту. У меня была карта, по-моему, на 15% или на 20, я копила. Мне приходит смс-ка уже в августе, что, типа, в следующий месяц, месяц вашего рождения, и 25% скидка на все, еще и какой-то подарок, мыло, по-моему, в коробочке, наборчик такой, вот, полотенце, ну, для морда, вот, я думаю, ладно, месяц подождем, и в конце концов, в сентябре, прям 15-го, я не стала ждать каких-то там особых случаев и поводов, я прям 15-го числа, чтобы акцию не отменили, хотя она там длится в течение нескольких дней вокруг дня рождения, я пришла туда, с этой 25-процентной скидкой, и я тогда взяла сразу большой флакон этого аромата, я себя чувствовала невероятно счастливой, и как-то вот от него я начала плясать в парфюмерии, ну, как, у меня, я, я вернула себе тогда впервые Арман Басии, после долгого перерыва, я купила себе тоже там 10 лет неиспользуемый Бёрбери Викенд, ещё что-то, ещё что-то, и вот как-то так потихонечку я начала вспоминать какие-то ароматы, которыми пользовалась когда-то очень давно, пробовать что-то новое, покупать что-то новое, и суммарно у меня этот флакон тянулся достаточно долго, потому что ароматов, опять же, становилось больше, и, соответственно, ну, расход у них замедлялся. Я его носила, наверное, года два, потом я купила второй флакон, тоже была какая-то распродажа или скидка, а, они меняли дизайн, они меняли дизайн, сейчас они ведь вот с такой широкой крышкой у них, и сам флакон, он так расширяющийся книзу, вернее, сужающийся книзу, расширяющийся кверху, и по приземости немножко. И я тогда со скидкой урвала себе еще один флакон, и потом вот такой еще, и потом я уже покупала еще раз уже в новом дизайне, и все они у меня три закончились, где-то последний я, наверное, выпила году в 15-м, причем это был вот этот, то есть те я как-то раньше сносила, этот я приберегала, и несколько капель в нем оставалось, и он у меня прямо стоял. Вот как память, как краеугольный камень, как начало, но сейчас у меня просто места нет на полке. Я его мужественно допшикала несколько дней назад, эти вот последние капли, я его выкину, и буду присматриваться к акциям где-нибудь в онлайн или офлайн магазина, когда найду какую-нибудь хорошую скидочку на него, обязательно его куплю, потому что он действительно клевый, и я люблю цитрусовые ноты в парфюмерии, вы все прекрасно это знаете, но вот здесь для меня цитрусы абсолютно особенные, таких больше нет, и это лучший цитрусовый аромат из всех, что я пробовала. Вот, собственно, все, таким было это видео, я не знаю, когда будет следующее, возможно, в этом году у меня заканчиваются какие-то другие фрутисима от бракар, которые я лью нещадно просто, возможно, в следующем, возможно, никогда, как знать. В любом случае, спасибо вам за внимание, не забудьте подписаться на телеграм и инстаграм, ссылки на которые есть в инфобоксе, также пишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, не забудьте поставить лайк видео и написать в комментариях, как часто заканчивается у вас парфюм. Пока-пока!